Ранняя зима в наши края пришла неожиданно, и мы решили поговорить о подготовке к Новому году. А какие новогодние праздники без украшения города ледовыми фигурами и катания на горках? Каким будет ледовый городок на площади революции в этом году, спросим у начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова. Он гость в нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. Сразу же начнем с главного вопроса. Какая тематика ледового городка будет на этот раз? Ключевая тематика ледового городка в этом году это чемпионат России по фигурному катанию. Ну да, я только хотела сказать, что скорее всего. Фигурное катание, да. Мы солидарны с таким большим мероприятием, которое пришло в Челябинск, поэтому мы решили поддержать. То есть у нас флошной каток будет? Это была одна из первых идей сделать каток. Но проработав эту идею достаточно реально, мы убедились в том, что это сделать крайне сложно, дорого и опасно. Поэтому, да, мы предложили в концепции ледового городка другие народные забавы, такие как горки. Ну хорошо, а есть лед-то все равно? Обязательно. Есть. Запланирован объем льда порядка 1200 кубов, кубометров, которые привезут на площадь и сделают из этого. Кто у нас проектировщик в этом году? Кто все это придумал? Большое количество людей различных, порядка 12 концепций мы разрабатывали, процесс начался летом, поэтому вот дошли до сегодняшнего дня и буквально месяц назад была утверждена та ключевая идея, которую мы в принципе и будем реализовать. Но вы же не с пустыми руками, вы прямо с эскизами пришли, да? Вот что вы нам принесли, покажите, пожалуйста. Значит, то количество горок, то есть всего порядка 25 объектов будет установлено на территории городка, из них 7 горок. Идея, вот две большие горки, которые мы видим в самом начале, это для всех любителей катания, это можно зайти с одного конца площади на горку, скатиться в другой, перейти на встречную горку и вернуться обратно. И так можно кататься, пока не накатаешься, пока не надоест. Да, и еще хотелось бы сказать, что концепция ледового городка внутри это фигурное катание, это скульптурные композиции, связанные с мультяшными героями, Машей и Медведь. И все на коньках. Все на коньках, значит. Все это мы увидим на прогулочной, на центральной, на центральной аллее, которая будет расположена. На коньках. А где коньки? Вот, вот, вот коньки. О, какие ожидают. Это обязательно коньки великаны, да. Но поскольку большое количество людей, которые проезжают по проспекту Ленина, по улице Цвилинга, они видят этот ледовый городок снаружи, то снаружи выполнена, значит, природа Южного Урала, Уральские горы, и это будет отражено на скатах. Вот, 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 вот Уральские горы, вот они, да. Вот это вот, едешь вот здесь вот по проспекту Ленина, и видишь, что здесь... И мы видим вот это вот... Ёлочки. Сделанные из-за льда Уральские горы. А что домиков так много, что это за домики? Ну, все посетители будут нуждаться в горячем питании. Вот, будет где согреться, да? В каких-то других сувенирах, поэтому традиционный угол для торговли... Но они будут вот такими крытыми? Реализован, да, то есть это в стилистике ледового городка. Ну, и еще хотелось бы сказать, что ледовый городок разбит на зоны, то есть здесь есть место для самых маленьких, чтобы им там никто не мешал, и, соответственно, они. Для среднего звена две горки, достаточно увлекательные, такие мы строили в паз в том году, и эти горки стоят, в принципе, оправдали себя. Дети катаются на них до самого, так скажем, до самой ликвидации до паза. Поэтому и горка стоит, и люди катаются, и всем это нравится. Дмитрий Владимирович, о том, как вот с вандалами будете бороться, каким образом поддерживать состояние горок и вообще всего ледового городка? Да, это предусмотрено, что такие случаи, к сожалению, бывали в нашей практике, поэтому восстанавливаем все достаточно быстро и оперативно. А откроется когда городок ледовый? Подожди, подожди, когда начнет строиться? А, подожди, строится. В начале декабря начинаем строить ледовый городок, и ориентировочно это 22-23 рабочих дня, календарных дня для сдачи. То есть в планах открыть его 23 декабря, открыть его замечательным, кстати, конкурсом, подведением итогов этого конкурса. А какой конкурс? Ну вот уже конкурс Дед Мороз Южного Урала стал традиционным, народным. Большое количество непрофессиональных артистов, ну вообще, скажем, просто людей принимают участие в этом конкурсе. Они будут участвовать в новогодней праздничной программе? Конечно, их поддерживают, происходят отборочные конкурсы, и в итоге те, кто выходит в финал, мы их приглашаем на площадь революции, открывать ледовый городок, ну и, соответственно, А сколько Дедов Морозов будет одновременно и Снегурочек 23 декабря? Сколько участников из них отберем? 300, достаточно. Много будет. А они все на коньках будут в этом году, раз у нас такая тема-то? Нет. Нет? Нет, не на коньках. Спасибо. Ну, по-моему, чудесный городок. Спасибо. О строительстве ледового городка мы беседовали с начальником управления культуры администрации Челябинска Дмитрием Назаровым. А далее узнаем, что нам советуют звезды на сегодняшний день. Астропрогноз от Александра Парыгиной. Астропрогноз от Александра Парыгиной.